Всем привет, мои хорошие! С вами Агеймили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у меня просто не день, а какое-то ЧП. Сейчас вам подробно расскажу, что же у меня произошло. Во влоге вы увидите всю эту картину, а я так сейчас просто словесно вам расскажу. Что у нас здесь? У нас здесь два мороженых Орео, здесь у нас персики почти 700 грамм и тут вот такие вот маршмелло. Обалдеть, как вкусно! Давайте приступим. Такое мороженое, кстати, не пробовала. Вернее, мороженое Орео я пробовала, но в таком формате нет. Ложечка такая малюсенькая. Сегодня Фатя ко мне придет с ночевкой. Я встала как можно раньше. Покушала, пошла купаться. И в тот момент, когда я купалась, оказалось, что в смесителе дырка. Коротко о том, что произошло. Видите, вода откуда течет. Вот, прорвалось смеситель. Нужно срочно вызывать мастера, потому что вода просто так вот так вот течет. И покупать, конечно же, новый смеситель. Ну, прорвало, так скажем. Я сразу звоню маме. Но мама как может это решить? Мама в деревне. А у нас-то карантин. Вообще в таких вещах я жутко не разбираюсь. Я боялась пойти купить что-то не то. Потом вернусь. Ля-ля-тра-ля-ля. Пошла искать по магазинам. Где можно купить эту сантехнику. Купить это полбеды. Так ее еще установить надо. Мама начала звонить коменданту. Потому что там прям вода льет, как из ведра. Вопрос надо было решать как можно быстрее. Конечно же, не хотелось доставлять неудобства гостям. Например, Фатти. Фатти придет, а у нас есть такой хаос. Вода льется, как и с фонтаном. А я еще, как назло, сегодня была записана на лазерную эпиляцию. Я специально выписалась на утро. Ну, чтобы очереди не было и все дела. И получается, девочка пришла раньше, чем нужно. На свое рабочее место. Получается, она через весь город перлась к себе на работу, а я просто не пришла. Я решила по дороге найти смеситель. Потом пойти на лазерную эпиляцию. Там всего 25-30 минут. И на обратном пути уже купить смеситель вместе с мастером прийти домой. В общем, около дома там был магазинчик. Купил недорогой. Хотя мне мастер сказал, что лучше сразу брать дорогое, хорошее. А то потом через года три опять сломается. Я думаю, ну, бог с ним. Сломается, к черту. По-синим. Очень вкусно мороженое. Правда, ложечка очень маленькая. В общем, мне все починили. Оказалось, в процессе этого, что не хватает какой-то детали. И вместе с ним мне пришлось спуститься вниз, пойти купить эту деталь. По дороге я обнаружила, что у меня потерялся телефон. Тут у меня началась истерика. Где мой телефон? Ты туда-сюда. Начали идти по магазинам, где мы были. Где я могла оставить свой телефон. поднялись наверх. Оказывается, телефон дома. Когда у меня такая паника, я не успеваю что-то, у меня стресс. Все. Я не знаю, куда я что положила. Я могу спокойно посеять свой телефон, камеру. Все, что угодно. Ммм. Печеньки орео, кстати, не очень люблю. А вот мороженое. Особенно в таком формате. Попробуйте, ребята. Это просто обалденно. В общем, тут звонит мне мама. Ну что, удалось решить. Тут мне звонит Фатя. Ну что, я прихожу? Я говорю, конечно, приходишь. Просто у меня тут немножко ЧП. Раньше такие вопросы, все такие вопросы решал папа. И казалось, что это ерунда. Но когда сам начинаешь решать эти вопросы, то понимаешь, что реально сколько времени, сил и нервов бывают затраченные такие вещи. Еще я забыла, кстати, мне нужно было заглянуть в банк. Поменять деньги. В общем, всю эту кашу я уладила до 12. И на лазер тоже сходила. Правда, бегом-бегом. Ну ничего, я еще на коррекцию пойду. Все пробелы отработаем на коррекции. Девочка хорошо мне села. Девочки, некоторые, кстати, интересуются, что так часто ходишь на лазер. Я не могу сказать, что у меня прям все тело в волосах. Просто, например, рука. Вот здесь, например, один такой длинный волос вырос. Меня это напрягает. я иду и избавляюсь от этого всего. Я тем так скажу, вот эти строительные все штуки, они настолько дорогие в магазинах. мы на работе покупаем напрямую поставщиков крупными партиями. И там такая огромная разница просто. что-то. в общем набегалась я сегодня хоть еще попросила ей сделать ногти еще скорее всего будем снимать для вас мукбанки интересные видео челленджем даже пранк хотела намутить опять просто мне нужна была живая змея для пранка а где ее найти фиг знает но было бы очень интересно согласитесь живой змеей кстати насчет комментариев я почитала под видео где я ем суши что некоторые пишут мне так надоели суши сколько можно суши если людям надоело почему так много просмотров у меня больше всего просмотров набирают видео с уже обычно не актуальные видео они набирают минимальное количество просмотров если человека надоело он не смотрит это видео а вот такой парадокс получается больше всего просмотров на видео сушами в то же время некоторые люди пишут что нам надоело и причем удержание тоже знаете максимальная почти все смотрят до конца вот это я понимаю вот это мороженое сначала хотела взять magnum 5 штук в упаковке ну блин так дорого стоит они совсем малюсенькие и эта упаковка стоила что-то в районе 20 монат ребята сейчас произошел ужас какой-то представляете у меня камера сама по себе выключилась обычно когда так происходит видео не сохраняется в данном случае видео сохранилась я просто насколько рада в банке это такой формат ты не можешь переснять потому что все уже съедено все как переснимешь почему так происходит я не знаю пишет что типа карта не подходит вашему аппарату отформатируйте карту проблема в том что я форматирую ее буквально вчера отформатировала но проблема не решается видимо в скором будущем мне придется поменять камеру очень жаль конечно она мне где-то два года отсужила но правда я много снимаю то есть я не обвиняю свою камеру потому что каждый день снимается минимум два видео вот каждый день это даже 23 видео то есть если моя камера откинет копыта то я на нее не обижусь я пойму и прощу canon 700d я заметила что многие топовые блогеры снимают на canon 700d если честно у них картинка намного лучше чем у меня просто потому что они разбираются в настройках они как-то делают так чтобы прям снималась вау я чайник в таких вещах поэтому у меня картинка получается обычная ничего необычного но если я уже буду покупать себе новую камеру я хочу купить прям супер навороченную дорогущую эту отдать маме ой хотя какой смысл отдавать маме мама тоже например снимает какое-то кулинарное видео и бац перестает снимать наверное наверное целесообразнее отдать какому-нибудь мастеру чтобы он посмотрел и объяснил причину это знаете на что похоже один раз у меня был слайдер телефон и получается каждый раз у него сгоралась лент и ленточка как она правильно называется я не знаю в общем он был вот такой вот слайдер не вот так вот открывающийся раскладушка именно слайдер каждый раз была такая проблема что ты например открываешь телефон и он не загорается эти слайдеры это вообще ужас какой-то ну в общем я пошла поменяла эту ленту заплатила деньги прихожу домой проходит два дня и у меня тоже самая проблема я иду и спрашиваю у мастера говорю вот буквально вчера поменяли сейчас та же самая проблема он говорит ну возможно тогда это не в ленте нужно поменять вам экран взял поменял мне экран и на экране оставил наклейку я говорю зачем эта наклейка нужна он говорит ну походи с этим экраном посмотри будет ли работать или нет если не будет обратно принесешь та же проблема повторяется и он просто снимает этот экран и не отдает мне ни копейки деньги говорит что вот так вот я говорю я вам телефон принесла говорю починить а я там не знаю что у него загорело лента лента или экран если бы я настолько хорошо бы знала это все я бы не притащила этот телефон вам получается что из-за своего незнания или из-за чего-то я просто так заплатила деньги два раза принесла свой телефон на ремонт мне не вернули деньги за работу которая была сделана некачественно я просто со сломанным телефоном пошла дальше искать нормального мастера вкусно просто сломала с удовольствием даже водичка не понадобилась кайф на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца ждите сегодня вечером влог с Фати и вообще с этим вот краном и все дела я вас всех очень сильно люблю целую пока